То, что создавать у себя территориально-общественное самоуправление, это не только дань моде сегодняшнего дня, но и экономически выгодное решение, знают теперь не только жители Ульяновска. Теперь этот опыт стали принимать и жители менее крупных населенных пунктов нашего региона. Например, села Забалуйка, Индинского района. В селе возрождается храм, появился свой интернет-клуб, в местной школе появилось новое спортивное оборудование. Помогли деньги, выигранные в качестве грантов местным ТОСом «Движение». Официально у нас ТОС зарегистрирован в январе этого года, да, но неформально мы работаем как ТОС. С 2013 года это именно тогда, когда люди объединились, чтобы восстановить храм наш. Благодаря выигранным четырем грантам ТОС «Движение» получил более полутора миллионов рублей. Ну, а этот ТОС уже работал и показал, мы уже на деле, буквально в этом году, они только привлекли уже, говорит, миллион шестьсот денег на небольшое село. Благодаря нему действительно происходят здесь большие вещи. Потому что сколько, говорит, может собраться население, когда можно действительно, ну, как сказать, благоустроить территорию, помещение, благодаря федеральным деньгам, региональным. Я думаю, что это большое дело. Развитие ТОС «Движение» стало примером для жителей Теренгульского района. В их муниципалитете пока нет ни одного ТОСа, но благодаря их активной позиции в скором времени должно появиться полтора десятка таких общественных самоуправлений. Благодаря помощи региональной ассоциации ТОСов, теренгульцы приехали в Индинский район поучиться организации ТОСов. Территория нашего муниципального образования, это Теренгульский район, в настоящее время очень активно идет работа по созданию ТОСов. На сегодняшний момент сформированы 15 инициативных групп. Как отметил Владимир Сидоров, региональная ассоциация ТОС ждет обращения от активистов из других районов области. Ведь если весь регион будет окутан сетью ТОСов, значит везде будут хозяева своих территорий. Андрей Корчагин, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.